Приветствую вас, давайте попробуем разобраться в тем, что у вас происходит. Итак, вы говорите, что с мужем вы на грани расставания, вы хотите второго ребенка, он нет, что делать? Значит, ну, по вашему заголовку можно сразу сказать, и это потом подтверждается тем, что вы пишете, значит, что ребенок, второй, это своего рода такая вот, знаете, форма. Ребенок, это своего рода средство, в данном случае аргумент для того, чтобы вам обоим выразить свое позицию. То есть, вы говорите, что я хочу второго ребенка, но, пожалуйста, зачем вы хотите второго ребенка? Пожалуйста, для чего он вам, если, как я уже понял, один ребенок у вас уже есть, а, в общем-то, в дальнейшем выясняется, что ваша семья, она не идеальна. Так вот, вопрос, который я хочу вам задать, вы руководствуетесь в своем желании вывести ребенка чем? Чего вы хотите? Для чего вам ребенок нужен, собственно говоря? Это вот, пожалуй, первое, о чем мне хотелось бы вам сказать. Далее. Ну, тот факт, что вы из-за ребенка можете расстаться, из-за ребенка можете быть на грани расставания. Ну, этот факт свидетельствует о том, что у вас все-таки есть определенные проблемы, опять же, те проблемы, о которых, как бы, говорит ваш муж, вот. Но о которых вы, сами вы, ну, по какой-то причине не знали или не замечали эти проблемы и так далее. И надо сказать, что данная ситуация, она довольно интересна и несколько странна, потому что, если вам ваш муж говорит о том, что вы не идеально женат для него, то вряд ли это проявилось вот только сейчас, вряд ли это проявилось только вот в разговоре в этом. Скорее всего, это было и раньше, просто вы что делали, вы не замечали этого. Вопрос заключается в том, почему. Далее идет, на мой взгляд, тоже не менее важный аспект. Это аспект, связанный с тем, что вы говорите, я хочу ребенка и не хочу ждать. И я приперел своего мужа к стенке вопросом, когда. Ну, то есть, вот, вы руководствуете здесь, опять же, своими, как бы, желаниями, а не желаниями мужа. И вот здесь тоже, на мой взгляд, довольно важный вопрос. Насколько вы, например, друг друга слушаете, насколько вы друг другу прислушиваете, насколько вы понимаете, чего каждый из вас хочет. Например, вы, насколько вы понимаете, чего хочет ваш мужчина, что ему нужно, например. И вот это, на мой взгляд, очень важный вопрос. Потому что, если вы не знаете, чего хочет ваш мужчина, если вы не знаете, какие у него желания, да, если вы не знаете, какие у него стремления, если вы не знаете, в чем заключается, как бы, его неудовлетворенность, ну, например, и так далее. Если вы вот этих моментов не знаете, то это довольно такая, знаете, серьезная проблема, потому что, объективно, это означает, что каждый из вас живет только вот своими желаниями. То есть, ваш муж, он живет своими потребностями, вы живете своими потребностями, и всем хорошо. Но в итоге вы все равно там страдаете. Далее, как так получилось, возникает вопрос к вам, что вы своего мужа прямо-таки вот прибираете к стенке, то есть, прямо-таки давите на него. Понимаете ли вы, что нельзя давить на мужчину в этих вопросах детей, потому что ребенок все-таки должен быть желанным, ребенок все-таки должен быть ожидаемым, а не таким, что муж даст вам, например, его, потому что вы хотите, ну, вы же, я надеюсь, понимаете, что никакой, ну, никакой любви к ребенку в этой ситуации быть не может. Но, тем не менее, все равно, как бы, вы нуждаете своего мужа на то, чтобы он, ну, это сделал, дал вам то, чего вы хотите, и момент здесь, на мой взгляд, заключается в том, важный момент заключается в том, что вы, ну, насколько вы осознаете то, для чего вам вообще ребенок нужен. Вот. Потому что, если вы вкладываете в него какую-то свою цель по реализации себя где-то в тем-то как-то, это одно. Если вы вкладываете в это потребность, например, реализоваться как-то, это другое. Если вы хотите через это сохранить свою семью, которая, ну, переживает сейчас, может быть, не самый лучший период жизни, это третье. Но это важно, ведь ребенок, еще раз повторю, не может выступать средством. Итак, основываясь на этом, хочется сказать следующее. Что первое, о чем стоит поговорить, это о вашей потребности, зачем, для чего вам нужен ребенок, что вы хотите через него реализовать и так далее. Это первое. Второе. Ваши отношения с мужем, они явно переживают кризис. И мне бы хотелось, чтобы вы постарались понять сейчас такую вещь, что в вашей ситуации нужно разбирать, почему ваш муж считает вас недостаточно хорошей, например, женой. Почему ваш муж, почему ваш муж, обладает определенными претензиями к вам, но, по сути, не высказывает их вам же. То есть, почему вы друг с другом не разговариваете и не предъявляете свои претензии, почему вы не высказываете друг другу то, что вам, ну, например, не нравится, что вас, например, не устраивает и так далее. То есть, когда и почему начало возникать своего рода такое вот отчуждение. И вот если вы, ну, в данном случае вы, потому что именно вы обратились к нам на ресурс, если вы сможете хотя бы для себя понять, что заставило вас, вот как вот отдалиться от мужа, что вы не поняли, что у него есть какие-то претензии к вам, что вы не поняли, что у него есть какие-то недовольства, неудовлетворенности и прочее, если вы поймете, почему вы отдалились от него, то вы сможете и разобраться с тем, что происходит. И вы сможете из-за милых сохранить и так далее. То, что вы сейчас молчите, это ни к чему абсолютно не приведет, ну, просто потому что молчание не решает проблему. По сути, это такая, знаете, надежда на то, что проблема сама собой разрешится как-то и все. Но в действительности само собой ничего не разрешится, в действительности само собой ничего не изменится, и в действительности нужно что-то делать самостоятельно для того, чтобы проблема как-то, ну, перестала беспокоить вас. А для этого необходимо в первую очередь разговаривать. И вот то, что вы молчите, здесь в данной ситуации является самым скверным, потому что молчать-то вам как раз и не надо. Вам нужно как раз-таки разговаривать, и чем больше, тем лучше разговаривать вы будете, тем больше шансов, что вы сможете что-то решить, потому что очевидно, что именно от обзыва разговора все это и получилось у вас, то, что есть сейчас. Ведь для вас, как я понял, стало довольно неожиданным то, что ваш муж считает вас недостаточно хорошим. И для вас стало неожиданным то, что ваш муж не хочет больше от вас детей. Это неожиданно, но это означает, данная вот неожиданность означает, что вы не знаете своего мужа, и вы не слышите его, не чувствуете его, не понимаете, чего он хочет от этого. Без этого ребенка лучше не доводить, потому что он не будет счастлив. Хотите вы, конечно, это для себя понять или нет, но тем менее это важно. По крайней мере, счастливую семью ребенок таким образом не получит. Итак, вы говорите о том, чтобы мы помогли вам разобраться. Конечно, очень интересно, на мой взгляд, то, с чем именно вы хотели бы, чтобы мы помогли вам разобраться. Просто потому, что пока, на данный момент, разбираться, вот, разбираться, мне кажется, не с чем вы мало очень дали информации о том, вот, ну, с чем можно разбираться, понимаете, очень мало дали информации. И можно ответить на эти вопросы, хотя бы, которые я задам, да, которые я поставлю. Можно хотя бы ответить для начала на эти вопросы и через эти вопросы уже наладить какое-то, вот, понимание, какое-то понимание того, чего вы хотите. То есть сначала вы понимаете, чего хотите вы, сначала вы разбираетесь с тем, что важно и нужно вам, сначала вы для себя это все, как бы, решаете, а после уже думаете, как это все переложить на своего мужчину. То есть может он вам это дать, то, с чего вы хотите, не может он вам это дать, то, с чего вы хотите, ну и так далее. То есть здесь вот только такой вариант вам подходит. И многое зависит от того, хочет ли ваш мужчина, ваш муж сам по себе, например, с этим разбираться. Одно, можно сказать совершенно точно, что если вы молчите, и каждый боец делает неправильный шаг, значит, мужчина вам дорожит, и значит, вы дорожите им тоже. А раз так, то сам себе разобраться, сохранить семью и завести таки ребенка второго, столь желаемого вами есть. Но для этого нужна определенная работа. И в первую очередь работа по тому, почему вы недостаточно хорошая жена и мама, по мнению мужа, если что вы можете сделать, для того, чтобы он начал думать по-другому. И почему у вас семья не идеального? Почему у вас не идеальная семья? Опять же, какие это проблемы? Видите ли, ваш муж по форме своей поступает неправильно. Потому что, ну, он вас обманывал, он говорил, вот ты подожди, дай мне встать на ноги, вот, и вы как бы ждали, вы пребывали в неведении относительно ситуации. И это вот, конечно, не есть хорошо. Потому что, ну, мужчина мог бы сказать вам правду, особенно если это правда, ну, вот такая правда. Ну, он ее скрывал, и это, вот это, само по себе, не есть хорошо. Для вас. Вот. Значит. И вот с этим нужно разбираться. С этим нужно разбираться. Об этом нужно разговаривать. Так что, почему муж так и сделал? Почему муж так поступил? Почему муж не сказал вам сразу все и правды? И откуда делитесь все эти проблемы в вашей семье? А если вы не знаете сейчас, что сказать своему мужу, то скажите ему мягко. Дорогой, я понимаю, у нас с тобой проблемы. Скажи мне, пожалуйста, что во мне тебя не устраивает. Но ответ мне сперва, подволишь ли ты мне сказать тебе, что меня не устраивает в тебе? Вот, в принципе, в принципе, то есть я хотел вам сказать. Надеюсь, что вы сможете разобраться с этой ситуацией. Вам нужно просто начать устрашивать у мужа, что он хочет, что ему нравится, что не нравится, что подольше, что не подольше. Вот, искренне и положительно все это воспринимать, но не забывать и ему отвечать тем же самым. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас появится желание написать дополнение, известите меня в личку об этом, чтобы я дополнил свой ответ. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!